Здравствуйте! Сегодня мы поговорим об удобрениях. Наступает время, когда мы планируем наш сад, подбираем удобрения и думаем о том, какие посадки мы будем производить на нашем участке. Итак, сегодня повестки дня клубника. Это самое распространенное растение наших садов, огородов и дачных садов. Все прекрасно знают, для того, чтобы вырастить хороший и качественный урожай ягод, недостаточно одного того, чтобы только вовремя поливать клубнику, пропалывать ее и бороться с вредителями. Важной составляющей еще является и питание клубники. Итак, я хочу вам представить сегодня новую линейку ухода за клубникой и ягодами. Это Люба Зелена. Фирму Рус Агрохим вы давно уже знаете. Она на рынке у нас достаточно давно. И удобрение под названием Сотка всем уже известно, все уже попробовали и сказали, что да, удобрение великолепное, работает просто замечательно. И вот сегодня, и вот в этом году Рус Агрохим представляет нам новую линейку ухода за клубникой. Это органоминеральное удобрение для клубники и ягод Люба Зелена. Вот с таким чудесным названием. Все прекрасно знают, что применение органических удобрений не только способствует повышению урожая, но и улучшает структуру почвы и тем самым способствует лучшему усвоению минеральных веществ растениями. И так вот, значит, первый представитель вот этой линейки это орган. Орган, минеральное удобрение для клубники и ягод. Внимание, на основе куриного помета с высоким содержанием минеральных веществ. Азота в данном случае содержится 4%, фосфора 2%, калий содержится 8%. То есть данную смесь мы можем использовать как в весенний период, так и осенью. Можем подкармливать как молодые растения при высадке в грунт, так и уже взрослые растения. Норма расхода данного удобрения составляет 50 мг на 1 квадратный метр. Ну, это очень экономично. Яркая упаковка. Мало того, что она яркая, она очень удобная. Хранить ее удобно. И самое главное, что после того, как вы ее используете, удобрение закончится, вы можете эту коробочку использовать под рассаду помидоров, перцев и баклажан. То есть получается безоходное производство. Удобрение находится в очень легко доступной форме для усвоения растений. И что самое интересное, что в данном случае здесь не содержится никаких отрицательных моментов. Это очищено от тяжелых металлов, очищено от яйцев гельминтов. Как правило, у нас куриные пометы и другие пометы, они содержат, вот именно, могут содержать яйца гельминтов, тяжелый металл. Здесь это все уже очищено. То есть совершенно безопасно и для растений, и для человека. И согласитесь со мной, что это очень важно. И содержание азота составляет 4%. То есть весной это более чем предостаточно для набора шикарной массы. Далее в процессе вегетации, когда у нас наступает июнь, июль месяц, когда клубника наращивает зеленую массу, мы можем использовать вот эту жидкую подкормку, либо зелена для клубники и ягод. 20 мл на 10 л лейку, это корневая подкормка, можно также совмещать и в некорневую подкормку. То есть это период вегетации, середина лета. Содержание питательных веществ здесь очень хорошо сбалансировано. Смотрите, значит, содержание азота в данной жидкой подкормке 3,6, фосфора 4,5 и, внимание, калия 10,8. Калий, все садовники и огородники знают, что калий повышает сахаристость ягод, лёжкость и, конечно же, повышает иммунитет у самого растения. Нехватка калия на растении сказывается, ну её сразу заметно, то есть по краю листа образуется такая коричневая полоска, и это явный признак, что растение страдает, не хватает калия. Вот вам в помощь шиткое минеральное удобрение любозелена для ягод и клубники. Следующий представитель этой линейки – это тукосмесь органоминеральных удобрений. Что такое тукосмесь, смешанное название? Это механическая смесь минеральных удобрений. Тукосмесь содержит все необходимые минеральные вещества. Тукосмесь мы в середине осени разводим 10 столовых ложек на 10 литров воды и проливаем почву. Тем самым мы повышаем урожайность. Что вы должны помнить? Самое главное, что удобрения нужно вносить всегда в тех дозировках, которые рекомендует производитель. На каждой упаковке написано количество удобрений и самое главное – сроки. И тогда верьте мне, что урожай ваш будет на зависть всем соседям.